И как я полагаю, сейчас у Юрэкзит именно Сейша является таким главным стратегом при наличии рекрита. Скорее всего, рекрит занимал эту позицию, поэтому... Ну, я думаю, что Юрэкзит этим сейчас занимается в принципе никто, то есть как-то что-то кшотколят, но... Я не знаю просто вообще, есть ли у Юрэкзит мотивация играть вместе дальше и какие у них вообще планы, потому что... Но очевидно, что в текущем составе это не будет работать и они, по-моему, не очень много тренируются вместе. Я сколько не пытался посмотреть их тимранкеды, они их не играют просто, поэтому не получилось посмотреть. Вот, но... Конечно, в турнир претендентов ворваться они смогли, потому что к их стилю игры, особенно в 5 на 5 тимранкеде, просто адаптироваться почти невозможно, как и от бани тех комфортных персонажей. Рикса и Грагас, ну, ну, три бана по симфонии, стратегия команды ДВС была в сезоне Старсерии, когда вы баните в симфонии трех лесников, его самых комфортных. Но у симфонии остается Ноктюрн, у симфонии остается абсолютно не натренированная, по-моему, у него Евелина, и есть его очень старый пик Рингара или Джарвана всегда. Да, ну что ж, ферст пик Эзреал, в ответ на это Эко и Калиста от команды Hard Random. Кстати, возможно, это тоже натренированный новый лесник для симфонии, то есть здесь, я думаю, что Эко для Ашеров в ближайшем будущем станет флэкспиком, ну, особенно когда Ашеры, скажем так, еще посмотрят парочку там топ-лейновых успешных Эко, которые сейчас все больше и больше появляются, только у тех команд, у которых топеры действительно готовы тянуть на себя отдел, например, это работает у Фнатиков, да, Смурф такой топер, который тоже может такие вещи делать. Мне, кстати, интересно, почему Just MSI пока что, хотя нет, была одна игра, да, или это у Файриса была одна игра? С Эко? В лесу Эко был. А, в лесу, да, да, там не играл стажер. Файрис играл на Эко, и причем, опять же, да, я не помню, ты уже сказал, по-моему, про это, что именно топ-лейн Эко должен сейчас сжечь, и он очень эффективен на топе. Ну, он не то чтобы всегда нужен, не то чтобы всегда эффективен, но если вы хотите взять топ-лейн сплит-пуш-кэрри, который имеет шикарный тимфайт-потенциал, и очень хороший эскейп-эбилити, очень хороший потенциал 1 на 1 на 1х2 даже, в принципе, Эко это ваш выбор. Трэш для Димонки, Калисто для Лекса, здесь хард-рендомы пока не совсем понятно, что делают, потому что неясно, куда идет Эко в первую очередь, а все остальные персонажи весьма универсальны, то есть Калисто и Трэш это те пики, которые, в принципе, вместе работают просто идеально, плюс вообще против Алистара связка Трэш-Калисто очень хороша, он сделать мало что может. Калисто и Трэш это чемпион от одного разработчика, дизайнера чемпионов, поэтому они обязаны синергировать очень хорошо. Ну, жаль, что только вот Калисто, Трэш и Ясо тоже, по-моему, от одного разработчика. Ясо, да, тоже. Ясо не особо синергирует с чем-либо. Ясо, по-моему, неплохо синергирует с Трэшом весьма. Ну, с Трэшом, да, а вот с игрой сейчас Ясо не очень хорошо синергирует. С игрой, да. Но, кстати, Калисто, Трэш и Ясо очень хорошо работают вместе, потому что у Калисто есть ультимейт, который вызывает откидывание. Возможно, он задумывал когда-нибудь, что на чемпионате мира пикнут сетап из пяти его персонажей, и можно будет смело и там на этом говорить, что его карьера геймдизайнера закончена суперуспешно. Грейвз для Неона. Здесь уже ее Рексит пикают то, что хотят. Это топ-лейн Джейс для Найка. Интересное решение принимают. Джангл Хикарим для Сейши и мид-лейн Изреаль для Паранойи. Да. Судя по всему, да. Может быть, конечно, топ-лейн Изреаль и мид-лейн Джейс. Я даже не знаю, чего ждать от этой связки. Я думаю, что все-таки действительно Изреаль будет на мид для Паранойи. Джейс на топ, получается, для Найка. И эта игра обещает быть мега интересной, и, скорее всего, она будет очень динамичной. То есть, скорее всего, очень быстро будет происходить действие. Мне кажется, что будет что-нибудь вроде свапа от Юр Экзит. Да нет, ты знаешь, Грейвса сейчас свапать, это не очень хорошее зацепление. Именно для попытки уничтожить очень быстро вышку Т1. Наверное, опять 4 в 0. Что-нибудь такое. Джангл Смайт Телепорт Хикарим. Это стиль Сейши, пожалуй. Это, знаешь, стратегия Юр Экзита на вылет. Так, пацаны, у нас на топе Покер, на мид-лейне Покер. Что возьмем на Декере? Ну, Грейвса возьмем. Почему? Ну, вот поэтому, да. Потому что возьмем. Ну, там можно, в принципе, Покер Грейвсом. Очень-очень здорово. Раз 90 секунд, да. Да. Крутой Покер получается. Ну, бурст демэдж, в принципе, имеется. У Юр Экзит неплохой. То есть, если Джейса из Реаль хорошо распаукует хард рандомов, при этом у них будет сильный энгейдж добавок. То есть, Алистар и Хикарим могут предоставить очень хорошие возможности в этом плане. Бурст демэдж выдаст Джейс с Грейвсом потрясающе. Здесь есть другой расклад. Если сейчас Джейса на топе закемпит, а бутлейн проиграет, то эта игра будет закончена за 23 минуты опять. Вот это проблема. Топлейн Джейс в матчапе против Райза. Джейса чувствует себя один на один, по-моему, очень неплохо. А вот с приходами Лесника очень плохо. То есть, вообще в другую сторону все поворачивается. При этом мидлейн Виктор против мидлейн из Реалия. Виктор может эту линию выиграть. При этом бутлейн может здесь у Ашера выиграть. И если один раз матчап Грейвс с Каллиста, он такой, что из рук Грейвса... Это хороший матчап для Грейвса. То есть, это один из лучших контрпиков вообще к Каллисте. Ну, если у Каллиста вообще может быть контрпик, то Грейвса к ним можно отнести. Потому что это тот персонаж, который на линии вообще не дает жизни Каллисте никакой. Но только Каллиста выходит вперед, Грейвс просто начинает улынить и выигрывать улыны. Это самое неприятное. Да. А если против Грейвса начинают выигрывать на линии улыны, то этот Эдекерри заканчивается... Ну, вот на лейнфазе львиная доля сильной стороны Грейвса в нынешней мете есть. То есть, у него очень сильная лейнфаза была, есть и будет. И с приходами Лесника Грейвс очень безумно силен даже. Да, причем и до шестого, и после шестого. И до шестого, и после шестого. Да, при этом, опять-таки, даже в 2 на 2 у него шанс выиграть этот улын есть. Возможно, не с Алистаром. Как раз в этом плане хорошо с Грейвсом работают и там утилити саппорты, типа Жанны, типа Нами. Ну, Нами чуть похуже. И с ним работают хорошо агрессивные саппорты, например, на Утилус, например, Трэш. Но Алистар с Грейвсом, у них идет синергия такая. То есть, если с флэша Алистар подбросил, выкинул и подошел к Хикарим, тогда убили. Если нет, ну, не повезло. Как-то вот так. Сейшу могут поймать. Димонка вместе с Симфой не заходят. А флэша-то нет. Кажется, у Death Sentence не попадает по Сейшу. Ну, если просто Димонке не надо было мудрить, мне кажется, и качать этот хук, надо было просто взять флэй. И да, и Ешечкой притянуть Хикарима, и тогда бы уже... Тогда бы уже другой разговор пошел, плюс качать Ешку, точнее, кушку на Трэше на первом уровне не всегда нужно просто. Ну, на инвейде, опять же, если мы не говорим о том, что хард рандом сразу спалили Сейшу и появилась возможность как-то зацепить его, то... Ну, на инвейде, опять-таки, знаешь, вот в плане инвейдов, кушка-Ешка — это дискуссионный выбор всегда, потому что с Ешкой у тебя есть возможность сделать стопроцентный плей. Кушку проще намного задоджить. Ну да, плюс Ешка-ОЕ. Да, но здесь у Хикарима не было флэша, поэтому Димонка должен был просто как бы попадать... Точнее, наоборот, Димонка должен был попадать по Сейшу, но не получилось. Вардл поставлен от команды Йорексит на Грампа, при этом Симфоний, скорее всего, будет его забирать, не дадут дополнительный экспириенс для Димонки и Лекса. Очень хорошая сноубол-связка. Кстати, интересно, потому что на самом деле эко-левел-1 кемп забирает вполне нормально, у него Вэшка очень хороший спелл в этом плане. А Йорексит решили запушивать бот, они решили свой кемп не делать, потому что подошел бы Димонка их напрягать. Хотят сейчас прохарасить Димонку, но, по-моему, у Трэша просто МС больше, чем у Алистара. Да, не выйдет. Чуть-чуть, на 5 единиц больше. Ну, это просто заметно, когда Алистар уже не догоняет Трэша, то есть если куд-дрейндж кушки нет и... Ну, Дэсэндон сходу идет по Сейджи, возможность сбить W Лекса, процентный урон максимального хп, причем 12%. Там очень много урона именно, да, бёрст дэмэджа получается на ранних левелах за счет этого. Конечно, джангл Хигарим сейчас стал сильнее вот в этих патчах, потому что ему бафнули именно лесной урон, да, на рэмпы. Тем временем на миде Паранойя уже потерял 50% хп, Кира, хоть и второй уровень получит позже Паранойя, но все равно чувствуется, что Кира пока что сильнее будет. Ну, Кира и не пока что, он, скорее всего, до конца игры будет в 1 на 1 против Изреали сильнее Изреали. Очень сложно против Виктора что-либо сделать. Виктор, персонаж достаточно быстрый сам по себе в плане МС, особенно когда уже улучшается у него еще и кушка. Плюс это флеш-гост, Виктор, поэтому Изреали просто, если начнется улын от Изреали, почему здесь гост очень востребован, да, для Киры? Ну, Клинз здесь просто не нужен. Наботь. Да, наботь вот такой симфония. Хараз был, кстати, дикий по Неону, опять же, врывается симфония, но флешится Сейджа, легко уходит. Да, Сэндон, зод Димонки хороший, попытается его забрать, Лекс скидает 2 копья, Рэн... Не хватит дэмэджа с Рэнду для того, чтобы убить Грейфса, тем не менее отправляют Неона на базу. Это очень плохой момент для Юрекса. Интересно, что Неон решил не оставаться, потому что была потка, был хил Алистара на третьем уровне уже и, может, даже раньше. Сейджа там не увидел, качал, не качал, хил. Качал, он на первом уровне, по-моему, взял хил. Он никогда не смог попасть по луверайдзам по Димонке, по-моему, он даже тогда еще не качал куш. Может быть, но тогда вообще непонятно, почему Неон здесь ушел на бэк. Но, с другой стороны, как раз-таки, когда придет Неон на бот, запушится линия в сторону Юрекзита. Можно будет их зафризить или... А то же контроль линии взять просто под себя. Решить, как им хочется разыгрывать этот момент. То есть просто Калисто сейчас делает, да, у Грейфса получился лонгсорт бэк, а у Калисто сейчас будет вампирик бэк. А вот когда у Грейфса нет, скажем так, больше урона, чем у Калисто састейна на линии, тут еще Неон пытается запушить просто, потому что Димонка на бэке. Скорее всего, все-таки зафризит Неон, мне кажется. Он разбивает пачку крипов, чтобы они не так сильно пушили. Это будет фриз линия для Юрекзитов? Сейчас посмотрим, да. Нет, нет, будет пушить. Против Калисто выгодно действительно запушивать немножко, потому что у нее и авторатаки немножко такие спорные. И когда вы запушиваете, вам проще намного за Грейфса харасить оппонента в любом случае. Тут хэдбат от Сейджи, пытается сыграть по Лексу. Идет очень вовремя кушка от Грейфса. Лекс просел по здоровью, тут же Десенденс. Попытка поиграть по Сейджи дальше. Экзос был использован, Неон пытается прострелить хилл от Лекса. Дальше отходит Сейджи, он практически погиб. Лекс использует лантерну. Сколько дэмэджа идет по Сейджи, Лекс может умереть. Хорошо играют здесь игроки Юрекзит. Сейджи очень вовремя дает полуэрайс по Димонке. Он продолжает стрелять. Димонка, скорее всего, умрет здесь. Продолжает преследование за Сейджи. Десенденс за мне попадает в цель. Бакшот практически откатился. Димонка, скорее всего, умрет. Все еще у него есть флеш. Димонка падает. И это второй килл в пользу команды Юрекзит. Выигрывает 2 на 2 скирмеш на боте. Очень здорово сыграл Сейджи. Очень плохо сыграл здесь Димонка. Потому что надо было уже после не сделанного килла уходить. Пытаться хотя бы флеш из Грейфса выбить. И Димонка решил сыграть на том, что вдруг Сейджи сыграет очень плохо в этой ситуации. Но, в принципе, фокус Алистара, когда рядом с ним стоит Грейфс, он очень опасен. Да. Причем Калисто использовал лантерн. То есть, получается, ребята из Hard Random шли мимо Грейфса, игнорируя его полностью. Это ни в коем случае нельзя было делать. И как раз мы говорили о том, что, в принципе, на боте 2 на 2 очень редко вообще выигрываются на профессиональной сцене. Редко происходят какие-то размены на топе, кстати говоря. Найк пытается подраться с Мурфом. Очень много дэмэджа проходит по обоим игрокам. Флешится Смурф. Еще одна автоатака ему нужна, чтобы добить Найка. Хелл Спотка спасает Найка. Он выживает. Смурф без маны остается. Симфони заходит на топ. Найк, скорее всего, умрет. Но вопрос том, у Брок живет ли Симфони? Я думаю, что нет. Это размен один в один на топ лейн. Симфони умирает. При этом Смурф уходит на бэк. Линия, похоже, пушится в его сторону. На бот лейне снова размены. Димон попадает своими дэссентенсами. Раз за разом. Очень странный выбор первого предмета от Калисто. Потому что это пик экс. Пик экс на Калисто вообще, если честно, не видел как первым предметом ни от кого. Потому что есть смысл рашить Берси. Есть смысл рашить Вампирик. Есть смысл рашить Мастагеры. Но рашить пик экс не для чего. Потому что инфинити билды на Калисто крайне спорные, скажем так. Они могут работать, если Вы максите Кушку, например. А против Грейвса я не думаю, что это сильно хороший выбор. Посмотрим, что задумали их артрандомы. Да, конечно, в долгих разменах Грейвс в любом случае хорошо работает против Калисто. И Рент не особо против него работает. У него и пассивка классная. По найку опять с агрессией. Да, на топе. Заходит Симфони. Найк практически умирает. Кучу дэмэджа в него, конечно, влетает. Что от смурфа, что от Симфони. Тут шансов абсолютно нет выжить. Вторая смерть Найка. Как ты говорил, что за кемпят топ. Начали немножко поздновато. Потому что Джейс уже свое чуть-чуть подформил. Капля у него есть. Но мы уже говорили о том, как здорово убивать капельных персонажей. Когда капля перестает стакаться. Они становятся намного слабее. При этом смурф полностью линию контролирует. Но влияние Сейши на игру в очередной раз. Да, он много фармит. Да, это все здорово. Он не делает ничего на карте. Сажают под капельницы капельных персонажей. О, боже мой. Ты сегодня в ударе. Новый скин на Лесина купил, что ли? Какой? Который в боксерских. А, боксер, да. У меня, кстати, я давно его купил, как только он вышел. А когда он? Я никак не могу понять. Когда он издает звук боксерского гонга? А когда бэкается? На бэке только? Мне казалось, что когда Ешку нажим. Ну, или что-то. А, нет, когда W. В, да? Не сейфгард, а Iron Will. А, я понял. Прикольно. Кстати, у Сейджи откатывается флэш. И я все ждал момента агрессии от Юр Экзит. Как раз когда налетели на Найка на топе. Я в этот момент смотрел на Сейджи и Неона и ждал момента, когда у Сейджи откатится флэш и будет попытка энгейджа. Потому что если Сейджи даст успешный полуверайз плюс флэш по Лексу, то это моментальный минус. Особенно когда у Неона появится шестой. Здесь вот надо дождаться до шестого для Неона, потому что до этого уровня можно потратить флэша, Каллиста не убить. И тогда ты становишься очень легкой целью для Эко. Потому что связка Каллиста-трэш-Эко, она очень сильна в плане чейдза и убежать от нее будет очень тяжело. При этом, да, ботлей на Шерра проиграли. Здесь другой вопрос в том, что Грейвс 2-0. Да, круто. А ситуация абсолютно такая же. Вот помнишь, мы говорили в прошлой игре, да? Вейн, которая могла бы иметь на 3 кило больше и все равно она против сетапа Ашеров заходила плохо. Опять Виктор, опять маг, который против шорт-рэндж целей работает здорово. Сможет ли здесь Грейвс перебурстить Райза? Сможет ли он перебурстить Виктора? Это вопрос. И здесь Неону придется очень непросто. Потому что Кира это вот тот медлейнер, который за мастерев чемпиона, скажем так. Так было у него на Лебланке, так вот теперь и на Викторе. Он в драках выдает то, чего ни один другой медлейнер в СНГ не делает сейчас. Все-таки в этом плане Кира очень сильный игрок. Потому что он выжимает из натренированных хорошо чемпионов, особенно в темпах. Комбо идет от Сейжа на ботих, от Батвы Стиловый Райз, Лекс практически погиб. Экзост был использован, флешится Неон, забирает эту Калисту. Димонка просел по здоровью, пытается Неон добить еще и Димонка. Телепорт пошел от Смурфа, это будет чуть ли не 2 кила здесь в пользу от опера Хэйров. Хотя нет, отменяет свой ТП. Выбил телепорт из Сейжа здесь Смурф. Правильно не стал делать, потому что у Смурфа флеша не было. Цели уже почти ушли, и это было просто тратой давления на топ-лейне, скажем так. 100%. Тем временем Кира проявляет агрессию сильную против Паранойи. Паранойя идет лучше в этом матче, нежели что у него происходило в прошлом, где отставание было на 30 крипов уже где-то минутик 12-й. Здесь у него есть отставание в 20 крипов, но все-таки не так сильно это ощущается. Особенно, когда это Эзриэль. О, боже мой, это Магус Хикарим. О, боже мой. Точнее, не Магус, это Рунглейв Хикарим. Ого. О, Сейша. Пожалуйста, эти билды. Вчера была Шван и съема, сегодня это Хикарим с Рунглейвом. Сейша продолжает поражать. Не, он наверняка там... Я тут, знаешь, даже не буду спорить, в том плане, что там наверняка есть свои причины, чтобы собирать Рунглейв на этого персонажа. Я почти в этом уверен. Это как с Фейс оф зе Маунтин? Не, Фейс оф зе Маунтин, он хотя бы просто... Ну, Рунглейв, насколько мне кажется, вот если я ничего не путаю, он не особо кост-эффективен, если ты перестаешь стакать вообще какое-либо... Абилити Пауэр? Да, какой-либо Абилити Пауэр. Либо если у тебя есть какая-то спелка, которая прокает сам по себе Рунглейв сразу же. То есть там Ешка Евелины, Кушка Изреаля, то есть что-то из этого, да. И то, и то на Евелину и на Изреаля обычно, ну, скажем так, не всегда ограничиваются одним АП Айт. Ну, я должен сказать, что у Хикарима очень крутые АП-скейлы. С ультимейта, кстати говоря, врыв пошел по Кире. Димонка подходит очень вовремя. Кир разворачивается. Сколько демэджа влетело по Виктору? Да, Сенас, отлично! Димонки рывается в паранойя, пытается убить здесь Виктора. Ему это удается сделать, но при этом Димонка забирает паранойю. Размен 2 в 1 в пользу ХР. Сейчас Димонка такой, дабл баф, дабл баф. Сейчас Элистар на боте без флэша будет терпеть. Да. Айка заходит на дайв Джейса опять. Да, и Найк с половиной маны. Я не знаю, удастся ли ему выжить. Он просто уходит, он не хочет здесь даже пробовать свои шансы, скажем так. Против смурфа с каплей Бластингуандом уже, кстати, Рубик Кристаллом и Сапфир Кристаллом. По статам смурфа все хорошо. При этом Эко шестой уровень, то есть Эко может затанчить тавер неплохо. И у Найка будет немного шансов на выживание на этом топ-лейне. Конечно, Эко вообще очень хорош в этом плане персонаж, потому что у него мобильность высокая, эскейп хороший и щит он получает. Там все, все слишком хорошо для дайвов. Он замещает, в плане дайвов он замещает там ту же Элист. Элист, да, да, очень хорошая здесь как раз аналогия, потому что она была очень похожа в этом плане персонажам. Единственное, что Элист все-таки, она была не только мобильной, но у нее еще и ассасин потенциал был очень высокий. Потому что Элист, наверное, как раз они наравне с Лисином, хорошо засноуболенные эти персонажи, они превращаются в джангл ассасинов. Ну, насколько вообще в джангле эти персонажи могут быть? О, на мид-лейне пошел ангейдж по игрокам. Йорр Экзи тут уходит ульту, Unbreakable бил Сейджа, по нему Descent, он слишком далеко пошел от Элистар. Могут его добить, чуть-чуть хп у него совершенно остается. На топ-лейне тем временем падает Найк. Collateral Damage от Грейвса ни по кому не попадает. Там Смурф только что убил Найка, который выбейтил на Сейшу, а у Сейши не было ультимейта, поэтому Сейши ничего не сделал. Большой мискоммуникейшн произошел. Да. Конечно, вот как бы есть потенциал-то у команды, да, вот 3-0 на бот-лейне. Просто не надо ничего делать, то есть две остальные линии должны фармить, а Сейша должен ходить на бот и сделать эту каллисту 0-5. Все. А потом пытаться как-то выиграть игру. Но нет, Райс теперь 1-0-2, Эко теперь 2-1, Виктор 1-1 соотфармом в 30 крипов. И что теперь сделает этот Грейвс? Он тем более идет через здесь Йому билд. Мобилайзер? Да. Но этот билд неплох против такого сетапа. Сам по себе Йому против сквиш сетапа все еще хороший выбор. От Йому-то отказались, потому что Синдер Халкмета пришла здесь. О-о-о-о, у Ниона остановили на миде. Шатдаун получил Кира, и это очень плохо для команды Рэкзит. Да, каллиста все это время фармила на боте. Сейчас огромный пак миньонов теряет здесь Синьон. Кира выходит еще сильнее вперед, потому что у него мало того, что фарм идет все еще очень здорово, так еще и 2 килла, один из которых шатдаун. Да. Вот так вот теряется контроль над играми, и команде Йо Рэкзит нужно возвращаться. Дракон для команды Хард Тренденс вероятность 90% будет. Паранойя просел по здоровью. Ну, он может подраться, он, в принципе, из реалии чемпион сейфовый, и за дракона они могут еще поконтеститься. За дракона и двор стреляю в упор, кричат Йо Рэкзит. Это, правда, мне кажется, Аширы даже не должны это контестить вообще, потому что Райс продолжает пушить топ. Да, хотя, да, и есть телепорт у смурфа, тем не менее. Только у Найка-то нет, понимаешь? То есть Найк не сможет сейчас Т1 на топе задефать, и можно просто запушить мид, запушить топ, и заставить за этого дракона Йо Рэкзит потерять побольше. Вот и все. Это верно. Потому что дефать здесь нечем. А, у Хикарима почти откатился телепорт. Но это стандартная тема для Йо Рэкзит. Конечно, такие телепорты читать и таймить достаточно сложно. И сейчас сюда Сейша прилетит. Пока что не летит, пока что фармит крагов Сейша. Там Изреаль дал ультимейт. Поэтому вышки, конечно, против Йо Рэкзит забирать всегда очень сложно. У них либо глобалы какие-то есть, потому что два игрока на Изреале в команде есть. Симфони тем временем ловит, но он пытается сыграть по этому эко. Даже тут не пришлось флэш прожимать. Симфони. Правда, очень весело. У нас играет лесник команды. Ашер. У Райз аутфарм на 25. У Виктора аутфарм на 25. Калиста, которая 0-2 против 3-0 Грейвса была, она по фарму отстает теперь уже на 15. И сейчас еще, ну, сильнее догонит. При этом, а что здесь могут сделать Йо Рэкзит? Ну, они не могут ничего, кроме как улын какой-то провернуть. А Виктор будет отпушивать Грейвса с Изреалем вообще без вопросов. Потому что Грейвс хорошо запушивает, но рейндж не позволяет ему вышки сиджить нормально. Поэтому... Здесь нужен ол-ин уровня, попытаться, когда, например, Кира стоит вдвоем с Димонкой на миде, просто Алистару врываться, использовать ульту и пытаться убить этого Виктора. Как-то с прохаста. Джейсу, может быть, стоит уже подойти на мид. Джейсу подойдет на мид, потеряет Т1 на топе, в принципе. Равно еще с Пакири пытается... О, обрывается Серьжа, дает флэшпулвер Айс и стуль же использовать свою ульту. В итоге потрачено очень много скиллов для команд Йо Рэкзит. Да, Кира отдал свой флэш. Это хорошо для ребят из Йо Рэкзит. Но все-таки, мне кажется, при таких обстоятельствах просто-напросто два игрока команды ХР держат троих Йо Рэкзит. И Неону нечего делать на карте. То есть Лекс фризит линию на боте. Это нынешняя проблема Грейвса против умных команд. Потому что... Да, Грейвс классный в мидгейме. Да, драконы. Здорово. Мы не будем их контестить. Окей. Что дальше? Так! Мне кажется, иногда Сейша, знаешь, он просто ультимейт Брейв рекрутит и такой Ребят, как думаете? Рунглейв плюс Фейс оф зе Маутин. Хикарим лесной. Норм? Команда такая, Сейша, ты че вообще? А я думаю, норм. И собирает. Интересный выбор с его стороны. Он, кстати, заходит сейчас на смурфа с помощью ультимейта. Смурф может погибать. Пытается подраться с Найком и Сейшем. Тут не получится, конечно. Да, ничего не выйдет. Слишком уж быстро его снять. Поняли? Ну, кстати, по поводу ability power, скейлов единицы на ульту. Там так 40 просто АП, понимаешь? Ну, 40 АП. 40 АП, ну да. Я к тому, что единица скейла на ульту и там 0,7, по-моему, или 0,8 скейла на W. В принципе, так уж плохо. Просто сам по себе рунглейв, вот если сравнивать, да, с, например, Синдер Халк энчантом для Хикарима, для лесного, рунглейв дает 40 АП, 10% КДРа и пассивку. И 40 АП и 10% КДРа за 2 250, это не особо круто. То есть пассивка должна стоить дорого у этого предмета. И, например, в случае АП-мидлейнеров, которые этот предмет собирают, она становится стоить очень серьезно к мидлейт-гейму. Ну да. А в случае этого Хикарима нет. Тем временем попытаются Симфонию убить. Непростая ситуация. Сложно догнать Эку в таком положении. И Сейша не смог реализовать Ешку, да, и поэтому Симфония спокойно уходит. Сейша и Найк могут попытаться опушить Т1, но подходит уже Смурф, так что 2 на 2 вряд ли что-то удастся сделать. Тем более у Сейши практически нет маны, а Хикарима без маны тяжеловато. И опять ротационные войны Ашер выиграли. Калисса зафризила на боте последние 5 минут. В итоге ее Нион приходит на мидлейн, и он-то по фарму все еще впереди Калисты. А потом смотрим на фарм мидлейнеров и понимаем, куда уходит весь этот фарм Нион. То есть он отбирается у Паранойи, у Киры преимущество по фарму уже 50 миньонов, на топ-лейне преимущество 20 миньонов. Даже несмотря на то, что Смурф недавно умер, и Ека еще и хорошо фарм с топ-лейна собрал. Да, в такое положение нельзя было никак входить в команде Your Exit. Кстати, если честно, вот мне сложно понять выбор Face of the Mountain из игры в игру у Сейши, когда этот подимон къест. Ооо, Паранойя может умереть, как быстро его сметает Кира с лица Саммонер Зрифта. Килл в пользу ХХР, дальше идут на Сейджу, Сейджи по Unbreakable Живет. Нион заходит на ребят из команды ХХР, Димон тянет его Descendence, Нион практически умирает. Хорошая комба, плаверайз, хэтбат от Сейджи. Пытается сыграть дальше, заходит сюда Найк с телепорта, лохом по Кирам, выживает. Смурф здесь оказался не к месту, коллетерал дэмэдж от Ниона, четвертое убийство в его пользу. Но Нион просто пытается собирать киллы в этой игре. Здесь просто опять не рассчитали Ашеры потенциал вот этого прихода Хикарима здесь, который был рядом. Но он не с телепорта пришел мне сначала, показал, что там ТП был. Тут все равно Т1 забирать достаточно сложно будет, потому что подходит Симфония. Они без маны, Кира, ульта от Лекса, подкидывает двоих игроков команды, ее Рексит минус, Алистар падает трэш. Один в один пока разменялись в этом с Кирами Шелекс, может добить Сейшу. Все очень плохо становится для команды Юрексит, Найк старается уйти. Здесь парсветка была, Симфония продолжает движение, у него будет сейчас замедление, он прыгает дальше на Найка. Лоу ХП остается, Найк, при этом ульта от Симфонии проходит, выживает Джейс. При этом размен 2 в 1 получился в пользу Хард Рэндом. По золоту, кстати, Аширы вообще не впереди сейчас, то есть там разница в 300 золота для 20-й минуты это очень мало. Но здесь просто вопрос, как дальше будут действовать Юрексит? Юрексит это не та команда, которая играет как команда. Они играют как ребята, которые действуют следующим образом. Сейшу обычно находится всегда на сплитпуше, что не подходит для геймплея Джейс плюс Изреаль, да? При этом Грейс это тимфайтовый персонаж, тоже не подходит. И при этом Аширы абсолютно спокойно на сплитпушащего Хикарима с таким велдом, на мой взгляд, смогут отвечать. Я не знаю, почему мне так кажется, но у меня есть такое подозрение. Но я, кстати, не понимаю, как синергируют два предмета, Face of the Mountains плюс Рунглейф. То есть если бы он собрал действительно Синдер Халки и Face of the Mountains, то как-то эти предметы еще синергируют. Я не понимаю, как синергируют эти предметы, это раз. Я не понимаю, как они синергируют на Хикариме, это два. То есть здесь сложи вместе, получается вообще что-то очень странное. Ну, Сейшу явно какое-то мощное видение. Кстати, хороший ультимейт от Паранойи прошел. Димон Кэлекс просели по здоровью, тем мини-симфоний влетел потрясающим образом. Смурф забрал Неона, даблкил для Райза, уничтожили в пух и прах ребят из Юр Экзит. Да, они забрали второго Дрейка, но потеряют четверых игроков. Ровно так же, как в прошлой игре все произошло. Хард Рэндом выносит четверых игроков Юр Экзит, не потеряв никого. И сейчас могут уничтожить Т1 и взять Барон. Ребят, а давайте встанем вчетвером рядом, когда там Райза и Виктор. А, давайте. А Егис есть? Нет, есть Face of the Mountain. Я его, чтобы дракона покинковать за часом. Вот и получается, что Виктор подходит просто и собирает кассу. Ну, при этом киллы, в основном, по-моему, забрал там Смурф. Плюс Калисто получила. Ну, я имею в виду, что Киры просто подходят и демиджи наносят так, что там уже неважно. Кстати, у Лекса Infinity Yomu билд. Кажется, Лекс тоже в этой игре. Копирует просто. Немножко экспериментирует. Немножко экспериментирует. Потому что, если честно, я таких билдов на Калисту не очень много видел. И сейчас, по-моему... А, нет, Лекс там... У него в интере появилось копье. Я уж подумал, что он хочет его продать... Ну, точнее, отдать копье это кому-то другому. Может быть, Экко? Можно Райзу. Что Райз тогда просто с флэша играет, там свой проказ дает. Вот, или Виктор. И утягивается Калистой. Это, кстати, неплохая стратегия. Ну что ж, Ярекзит и на мидлейне. Пытается пушить против Барона. Не самое, наверное, лучшее решение. Потому что хард трендом... Хотя, разделяются немножко Хейр и Райз находятся на топе. При этом Неон фармит ботлейн. У него 167 на 150. При том, что Неон выфармливал, старался выфармить все, что возможно. Лекс камбэкнулся уверенно в этой игре. И вот стоит всего лишь... Можно сказать, всего лишь на 20 фарма. При той игре, которая сложилась у ботлейна команды Хейр. Да, здесь если бы ботлейн Ашер не проиграл так сильно, то эта игра бы была уже, скорее всего, почти закончена. Потому что в остальном, конечно, Ашеры очень сильно переиграли. Йорекзитов опять... Ну и даже учитывая, да, 0-3 ботлейн, все равно Ашеры чувствуют себя в зоне комфорта. Это как раз вот... Команда умеет играть из заставания. А Йорекзиты реализовать свои преимущества. Да и учитывая сетап, тоже не особо смогут. Паранойя потерял 50% хп от одного ДС Рея Киры. Сейджи, в принципе, в такой же аналогичной ситуации находится. Под одним лишь лазером теряет почти 50% своего хп. Смур врывается, дает проказ по Сейджи. Сейджи дает свою хорошую комбу. Но не знаю, поможет ли это хоть как-то. Симфони выживает на ультимейте. Киро забирает Алистара. Сейша еле-еле держится. Все-таки удалось убить Эку, но размен будет неравнозначный. В пользу команды хард-трендом. Один в два. Потеряли Симфони, но убили при этом паранойю Сейджу. Здесь просто нельзя терять вообще членов команды, когда у противника барон баф. Потому что ты просто сторону потеряешь мгновенно, возможно, против такого сетапа. Да. 15-9 счет. Хард-трендом уничтожают вышку Т2 на мид-лейне. Киро возможно бэкнется. Возможно нет. Это, скорее всего, будет Т3 вышка еще для Хард-трендом. Тут Сейша подходит с Найком. Опасно оставаться. Оставаться и решают Ашера здесь не рисковать. Можно тоже эту идею понять вниз. Ну да. Тут Лексус на 50% хп. Калисто это герой, который может слишком быстро упасть при обстоятельствах, когда нет атак спида абсолютно. То есть 2 АД предмета. Ну, чейзит ее, Рексит. Интересное решение с их стороны. Кира подходит. Это Десрейс. Сколько хп снимает он сразу же. Кладает Хикарим. Врыв дальше идет. Димонка на ультимейте Лекса подкидывает двоих. Падает Алистар минус Джейс. Отличный ультимейт по троим игрокам от Паранойи. Но фалуапа никакого уже здесь не будет, так как 3 игрока Юрексит упали. Размен очередной 3 в 0 в пользу Хард-трендом. И я не знаю, что делать Юрексит. Кстати, не особо понимаю билд еще и от Найка, потому что это какой-то брузер Джейс, который, ну, имеет затанкованность Блэк Ливера. При этом очевидно, да, что когда вы берете Блэк Ливер на Джейсе, вы должны играть зачастую либо через W, да, через гиперчарж, либо просто в мелиформе, чтобы как-то пользоваться, ну, плюсами Блэк Ливера. Но при этом в сетапе, когда против вас Райз и Виктор, при этом они расхижены, этот билд все равно не поможет. Вот вы все равно будете умирать, ну, не за 0,5 секунды, а за 0,7, да, с дополнительными хпсбургами. Здесь, скорее, что-то вроде Mnamoon, бруталайзер, LV, какой-нибудь такой айтембург. Ну, это стандарт, да, здесь просто и глуситок тоже нет. Сейджа заходит, неудачный полуверает от него, Сейджа врывается на ультимейте, Лекс в хорошей позиции, отлично ульта от Неона, забирает Лекса, но ответный удар пойдет от ХРФ, Кира много дамажит, Симфония на лоу-хп, старается уйти. И очередное комбо через Акселерейшн Гейт, Шокбластом от Найка, упадет Виктор, преследование идет дальше за Димонкой, камбэк, можно сказать, от Йорэкзит, разменялись 3 в 1 в свою пользу. Вот здесь уже, вот то, что в прошлый раз Ашера отошли, в этот раз не отошли, подставились и получили по голове уже, хотели поскорее эту игру заканчивать, это было решение неправильное. О, а Смурф, кстати, собрал себе Люден, вот это интересный билд на райзер, о, серов Люден, если честно, на топ-лейн-райзер первый раз такое вижу. Ну, так как Смурф любит Люден сам по себе. Там просто, ну, особенность вообще, крутота Людена на райзер на топе в том, что он настакивается прям вообще там, в секунды, на старом райзер вообще там. Ну, кстати, может, не, по-моему, как-то раз кто-то его брал, то ли хунит, то ли кто-то еще, может быть, мы что-то такое видели. Просто на райзер сейчас все предметы садятся хорошо, то есть Ро, Серов, Рободон, Войтстав, Жоня, вот это все на нем садится безумно здорово. Люден тоже. В таком билде просто можно сейчас еще сверху Рободон и сверху Войтстав, и этот райзер может перебурстить все, что видит, все, что движется. Потому что здесь Смурф самый нафиженный сейчас персонаж на карте, наравне с Кирой. Ага, 6-3, 6-2. Щита солидные у Hard Trend. Сейчас просто не те времена, где против Грейса команды не знают, как играть и не знают, как его зафокусить. И при этом, кстати, вот Джейс, он здесь сделал такой билд, в котором он, по сути, является дополнением Грейса. То есть они, в принципе, выполняют одни и те же функции. Вбежать, нанести как можно больше AD урона и постараться не умереться. Тем временем на миде Сейш попытался ворваться на Киру, не попал ультимейтом. Кира с разворотом вместе с Лексом раздамаживают Сейшу. Падают они вместе с Найком. Размен 2 в 0. Пытаются доиграть. Паранойя почти убил Лекса, но, увы, неудачно здесь все для команды Your Exit. Даблкил для Виктора. Размен 3 в 0. Сейджи в Неон в опасности. Симфония врывается дальше, использует свой ультимейт. Димонка задерживает Неона и Сейджу. Пытаются 2 на 2 дальше поиграть. Они пытаются сбить с битбеки, чтобы закончить игру. Ну, тут и Симфония довольно танковая уже имеет. Хотя 94 Армона с Локитом и Нинджа Таби. Неон отошел на бот лейн под Т1. Бекается Сейджа в опасном положении находится, так как уже вся команда Хард Рэндом подходит. К этому Алистару Сейджа уже использовал свой ультимейт Unbreakable Will. Смурф тут как тут. Десентенс, Флей. Сейджа подкидывает двоих Пулверайзом. Хэдбатом закидывает Симфония. Шанс убить его, но, увы, нет. Сейджа умирает. И это еще один килл в пользу Хард Рэнд. Смурф такой, не хочу на 15 уровне с готовым Руа Серафом идти дайвить. Никак, пусть лучше Эко на 200 хп пойдет. Но Симфония все равно выжил в итоге. У Киры готовый Рободон. Сверху Морелла и Вейтстафа. У Смурфа еще есть золотишко. У Калисты на беке тоже лежит что-то хорошее. 1200 еще. Тяжелая игра для команды. Юр Эгзит. В принципе, здесь уже Ашеры, я бы сказал так. О, прорывается Сейша, кидает свой ультимейт на Смурфа. Возможность для камбэка. Ульта идет от Лекса по Димонке. Димонка подкидывает двоих игроков. Тут же пошла ульта от Эзреля. Замечательно разыгрывает Юр Эгзит. Почти добивает Димонку. Не хватает им дэмэджа. Смурф разворачивается вместе с Симфони. Запирает и Сейшу, и Паранойю. Неон остается один в поле. Может погибнуть Найк. Некуда ему деваться. Он отсутствует по Симфони. Тем временем ставит килл. Грейвс на колисте. Димонка уходит. Неон остается действительно один. Кидает лантерн Димону. По-моему, был майнер лантерн сейчас. Да, телепорт пошел от Смурфа. Посмотрим, сможет ли что-то здесь придумать Неон с Сейджей. Десент из очередной от Димонки. Димонка в конечном итоге выжил. Сейджи пытается следовать за Неоном. Вдвоем у них больше шансов на выживание. Смурф преследует Сейджу. Разворот-поворот пошел. Пытается убить. Сколько дэмэджа носит Смурф? Нет. Нет, говорит Смурф. Говорит Смурф. Уничтожает Неона. Тем временем падает Т2 на топ-лэйне. Там ее уничтожает Кира. Сейджи пытается играть по Симфони на поте. Тем временем Смурф уже убил Алистара. Симфони, скорее всего, уйдет. У него откатывается Ешка. Прыгает через стену. Кира бьет потихонечку Т3 вышку. Очень разрозненные файты происходят в этой игре. Ну, когда у тебя 12-3 райс и 8-2-8. Виктор, ты готов на разрозненные файты соглашаться, мне кажется. Учитывая то, что Смурф ваншотнул только что Неона. Конечно, Неон был не фулл хп, но и райс свои предметы еще не все собрал. У него там на базе лежит. Ну, там можно готовую Жоню, можно готовый вейтстав брать. О-о-о! А зато, понимаешь, а зато Блэк Ливер-то с мерками есть. Зато умер-то не за 0.3, а за 0.4 секунды сейчас Найк. Ну, кстати, здесь очень Найку не хватает. Хекс Дринкера, что-нибудь в этом роде. Хекс Дринкер хорошо ложится на Джейса. Блэк Ливер вообще не обязателен сейчас как предмет на этом персонаже. Потому что есть луситки, есть там бруталайзер, если хочешь КДР достакать. Да, есть вообще синие рунки на КДР за левел, которые тоже здорово работают. Блэк Ливер, пул хп на таком персонаже, как Джейс, садится неплохо. Но он много дает хп, а хп на таких персонажах, как Джейс, сильно в большом количестве не нужны. Поэтому это не совсем кост-эффективный стат. Хоу, Паранойя пытается убить Лексон. Здесь появляется Димонка вместе с Симфони. Паранойя в очередной раз погибает. 3-7-2, мидленер команды Рексит. А у Смурфа Рободончик прибежал. Сейчас этот Джейс будет давать такую комбо. Сейша пытается развернуться, кидает ультимейт на Симфони. Лантерна от Трэша, возможность спасти своего лесника. Но не использует Лантерну Симфони. Скорее всего погибнет, использует свою ульту. Пытается уйти, подходит Смурф, раскастовывается по Найку. Сколько влетает дэмэджа по Джейсу. Симфони вновь отходит, Смурф здесь играет дальше по Сейджи. Убрековый билл был использован, падает Джейс. Дэмэдж от Ниона идет по Смурфу, практически убивает Райза. Удается завершить этот килл. Рядом также Кира все еще живет. Симфони, Сейша практически погиб. Минус Кикарим. Тем временем Ниона забирает Трэша. Это даблкил в его пользу. Сейджа падает. Размен 3 в 2 в пользу ХР. Даблкил Кира. И Ниона, скорее всего, будет убить Лексом. Команда такая, Лекс, а ты где был? Все это время. Оп! А я килл забирал, говорит Лекс. А вы фидеры. Ух, ух, такая игра получается. У нас ХР, конечно, явно играют не в полную силу. Явно, скажем так, дают те колы, которые являются уже очень опасными. Да, забирают Барона потихонечку. 6 тысяч ХП остается у Барона. Заберут, конечно, здесь не проблема. Там Изреаль, правда, может убить Часека. О, да. Выбивает. Килл в пользу Юрексит. Как сейчас интересно у Райза АП? Давайте посмотрим, сколько у Райза АП? О, 830 АП Райза. Ну, неплохо. Сейчас еще эликсир выпьет, будет под 860-870. Я бы даже сказал 890. А, может быть, да, там же еще Роботон есть. Кира пытается убежать, поражал. О, этот дэмэйш от Киры из раза в раз просто уничтожает игроков Юрексит. Пытается раскатить Сейшо здесь. Он может, он может попробовать. Да, смотри, сколько дэмэйш влезет по Сейшо. Сейчас еще пофигарима важная. Ну, скорее всего, здесь он, конечно, уже не доживет. О, Найк! Один Десрей, Найк теряет 70% ХП. Там, по-моему, еще кушка была, правда, от Киры, но все равно. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! О, нет! Нет! Это было так больно сейчас. У меня просто нет слов. Я давно такого не видел. Ну, а Смурф, как понимаешь, что Виктор лейтгейм, Райз лейтгейм, оба расфижены. 13 киллов у каждого. Неплохо. Здесь единственный шанс Юрексит вообще на эту игру было, чтобы Израиль дал мульту вместе с Хикаримом по Кире, Лексусу и Смурфу одновременно. Ну, вот Сейшо с Рунглейвом, а Симфони с Индерхалком и Перчаткой. Ну, здесь, конечно, Калисто важный фактор сыграла, пожалуй. А вот Смурфа-то выталкивает на Найка опасно. Там есть лантерна, он Смурф не спешит, ее использует, он забирает Найка один. Даблкил ставит, еще и килл на Паранойя. Умрет также и Сейджа. Триплкил для Смурфа. И я думаю, на этот раз смогут закончить игру. Не он впрыгивает, это desperate move с его стороны. Эйс с пользой Хард Рэндом. И победа со счетом 2-0. Хард Рэндом проходит полуфинал турнира претендентов, где встретится с командой Big Game Hunters. Очень на стиле играли Хард Рэндом. Они будут очень серьезными фаворитами в матче против БГХ. Учитывая то, что в принципе БГХ и вообще все команды, кроме Ашера, они сегодня показывали похожий уровень игры, стоит заметить. И СТМ, и БГХ, и ее Рэгзит. Они более-менее играли ровненько.